Армянские СМИ бьют тревогу. Азербайджанцы уже открыли новую дорогу около города Джермок и находятся поблизости деревни Кетчут. Чтобы разобраться в данном вопросе, журналисты Кентрон-канал отправились в данную деревню и поговорили с местными жителями. Респонденты отметили, что не знают, что их ждёт в ближайшем будущем. Когда были дома, неожиданно открылись двери, и сын буквально влетел в комнату. Он потребовал немедленно спуститься в подвал, а внизу сказал, что мы должны срочно собрать все наши вещи, так как нужно сейчас же покинуть деревню. Детей мы забрали в Ереван, а муж остался, не зная, что нас ждёт впереди. Они там открыли для себя дороги. Наверху все те пути уже принадлежат им. Когда узнали об этом, мы ушли из дома и оставались у родственников. На днях вернулись домой. Сколько можно жить у чужих? Азербайджанцы находятся совсем близко. Если подниметесь по дороге наверх, увидите их. Не хотим оставаться здесь. Мы все в панике и очень боимся. Уже невозможно жить в этой деревне. Никогда не думал, что азербайджанцы окажутся в Джермуке. Живут здесь со своей семьёй. Мать, конечно, боится больше всех и просит уехать отсюда. Но мы с отцом не хотим покидать эти места. Поживём, увидим, что будет дальше. Надеемся, что всё будет хорошо. На днях армянские СМИ передавали, что вооружённые силы Азербайджана находятся на расстоянии 4,5 километра от города Джермук. Позже замглави генштаба вооружённых сил Армении Аракин Мартыкем признался, что азербайджанская сторона уже наблюдает за данными населёнными пунктами. Что касается последних случаев, то у нас были самые большие территориальные потери на участке Джермука. Азербайджанцам удалось взять под контроль несколько боевых позиций. Со стратегической точки зрения они важны для нас, потому что азербайджанцы непосредственно находятся над нашими населёнными пунктами. Журналисты «Радио Свобода» отправились в Джермук и поговорили с местными жителями. Из города азербайджанцы видны невооружённым глазом. Армянские журналисты побывали также в селе Зод. Как ранее сообщали армянские СМИ, в последнее время жители Зода массово покидали эти территории. Люди не знают, что делать, убежать ли из села, остаться ли здесь. Или нам тоже дадут время, чтобы мы смогли собрать свои вещи и покинуть дома. Люди продают всё, свой скот, всё своё имущество, которое приобрели в течение 30 лет. А куда смотрит ООН, Европа, Россия? Мы имеем право жить на этой планете или нет? Пусть Пашиньян придёт сюда и решит наши проблемы. Он каждый раз говорил, что у армян есть будущее. Где это будущее? В 2020 году на войне погибли сотни наших молодых ребят. Когда еду в Яраблур и смотрю на могилы погибших солдат, мне болит сердце. Спасибо. Спасибо.